Что такое кибербуллинг? Как не стать жертвой мошенников в интернете? Об этом подрастающему поколению рассказали в рамках просветительского проекта «Цифровой ликбез», который состоялся в Тверском Кванториуме. Полезные советы выслушала и Наталья Чекет. Современные дети с раннего возраста пользуются интернетом и проводят много времени в телефонах и за компьютерами, а значит, могут стать легкой добычей для мошенников. Одно из распространенных явлений в интернете — это кибербуллинг. Ребенок выложил что-то в интернет, какую-то свою поделку. Набегает толпа людей, которые специально живут этим, тролли, и начинают выкладывать негативные комментарии про его творчество, поделки и тому подобное. Для детской психики это явление весьма чревато и может вылиться в психологические травмы в будущем. Еще одна опасность, которая подстерегает детей, на просторах интернета — чаты с незнакомцами. Иногда виртуальный собеседник кажется настолько хорошим, что ребенок начинает ему доверять. Однако такое общение может иметь негативные последствия. К сожалению, в интернете очень много анонимных чатов. Уже появился такой термин, как киберпедофилия, когда, по сути, дети, не понимая, что они делают, поставляют контент незнакомцам. А с учетом того, что интернет — это вещь по многому анонимная, найти этих незнакомцев весьма проблематично. Специалисты рассказали ребятам об основных принципах безопасного пользования интернета, мобильных угрозах, финансовой безопасности и цифровой грамотности. Потому что как в жизни мы соблюдаем правила безопасного поведения, например, переходя дорогу, так и на просторах интернета, необходимо владеть грамотными сценариями реагирования на возникновение кибер-угроз. Цифровая гигиена, ее никто не отменял, и она достаточно полезна, и надо проводить ее с самых азов. Главное — ребенка научить правильно отслеживать те действия, которые он делает. И непосредственно он должен прекрасно понимать, что есть сайты, на которые можно заходить, есть фишинговые сайты, на которые нельзя посещать, которые могут привести к негативным последствиям. Знания, полученные на лекции, ребята закрепили в квесте. Сначала им предстояло найти QR-коды, которые ввели на части цифрового ликбеза. Затем ребят ждал квиз по кибербезопасности. От самого простого, кому можно рассказывать свой код CVV с задней стороны карты, до «что делать, если тебе написал незнакомый человек?». Здесь ответ «никому нельзя отправлять код», а здесь ответ будет, что только если это знакомый или друг семьи, ты уверен, что это он. Только тогда можно отвечать и вести диалоги. Просветительский проект реализуется Министерством цифрового развития и информационных технологий Тверской области. По мнению губернатора Игоря Рудени, обеспечение безопасности детей в интернет-пространстве – тема, которая требует особого внимания власти и общественности. Наша общая задача – не уклоняться от формирующихся негативных трендов, а наоборот, понимать, что это и как с этим бороться. Кстати, посмотреть информацию, которую рассказывали детям, можно на официальном сайте проекта. Достаточно ввести в строке поиска фразу цифровой ликбез.